все знают что леонардо да винчи изучал анатомию человеческого тела и делал достаточно точные удивительные зарисовки из его работы ученые узнали многое но вот узнать что-то о женской анатомии не удалось вот удивительно но гений того времени так и не смог постичь тонкость и гармоничность женской репродуктивной системы а ее здоровье ближайшие полчаса меня зовут инесса панченко здравствуйте программа выходит при поддержке министерства здравоохранения самарской области самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала личный врач эта программа звоните доктору знакомьтесь пожалуйста дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи лилия солового врач акушер-гинеколог главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии города самары заведующая гинекологическим отделением номер 14 больницы имени пирогова кандидат медицинских наук здравоохранения мы работаем в прямом эфире и здесь в этой студии ждем ваших вопросов телефон 202 11 22 вот знаете доктор я сижу смотрю на вас и думаю рядом со мной хирург мы сейчас поговорим о хирургии о лечении ну мне кажется правильнее было бы в этот день вообще поговорить о женщине о красоте и уже не думать о том что вот такая красивая женщина еще и хирург ну женщина вообще прекрасно наверное самое лучшее что мог создать бог это женщина вот и конечно женское здоровье оно всегда главное вы сами понимаете если нет здоровья соответственно нет всего остального поэтому каждая женщина должна любить себя и любить доктора акушера гинеколога вот вас видимо любят потому что я почитал на нескольких сайтах отзывы и действительно сплошные благодарности и это очень здорово и мне кажется что многие зрители сейчас вот имея возможность присоединились бы ну я уже позволю себе тогда начать программу с поздравлением с наступающим праздником весны и с поздравлением лично вам благодарю вас вы неоднократно в интервью говорили что гинеколог это друг с гинекологом женщина должна дружить но как мне кажется что дружба это очень такое взаимное явление и в дружбе должны быть заинтересованы двое как подружиться поделитесь сразу секретом вот этим ну каждый хороший доктор это прежде всего психолог конечно сложно найти подход индивидуальный подход каждой женщине но тем не менее ты знаешь найти правильные слова ты знаешь как поговорить с этим человеком всегда знаешь чувствуешь интуитивно и кроме того когда ты любишь свою специальность свою профессию когда ты в ней как рыба в воде то есть ты постоянно совершенствуешь какие-то знания поэтому ты говоришь человеку то что ты знаешь от чистого сердца от души и они прислушиваются несмотря на возраст там это может быть и молодая девочка это может быть и женщина более старшего возраста но тем не менее да они читают отзывы и благодарных пациентов очень много но прежде всего конечно этот труд колоссальный труд который стоит вот за этим всем я не знаю есть ли какой-то секрет как избежать конфликтов потому что к сожалению наше время вот этим еще обозначилась какими-то частыми конфликтными ситуациями сложно и нам сложно работать естественно сейчас время тяжелые конфликтные пациенты бывают сначала могут написать на нас жалобу потом стать лучшим другом тебе прийти понять увидеть как ты трудишься и из пациенты потом многие становятся моими подругами то есть секрет прост быть хорошим доктором психологом я еще раз напомню если вдруг вы опоздали к началу программы сегодня у нас в гостях лилия солового врач и кушер гинеколог говорим конечно же о женском здоровье вы оперирующий играющий тренер оперирующий доктор скажите с чем чаще всего последнее время попадают женщины в операционную на операционный стол но так как я заведующая оперативной гинекологии и больница у нас работает в экстренном режиме да соответственно здесь у нас какие патологии это может быть внутри брюшное кровотечение когда случилась какая-то экстренная ситуация пациентки она с болью с шоком приезжает в больницу да тогда уже доктор решает эту проблему и встает вопрос об операции или нет кроме того это и плановые пациенты которых мы тоже оперируем это могут быть и молодые женщины которые встречаются с той или иной гинекологической патологией это и опухолеечника это и миома матки очень много эндометриоза сейчас стало то есть проблем много и когда они например начинают обследоваться готовятся там к предстоящей беременности что-то у них находят по узи там или еще что туда получается они идут к доктору хирургу который может вылечить ее то есть конечно большей степени это хирургическое лечение скажите а вот эти все заболевания не как их как-то можно разделить по возрастным группам к сожалению болеют этим нет вот миома может быть и у молодых девочек грубо говоря там 30 лет это эстроген зависимые заболевания более позднем возрасте но может быть выпадение пролапс органов малого таза это в большей степени встречается у женщин у которых уже венопауза когда нет достаточного количества эстрогенов может быть да это патологии считается более позднем периоде хотя женщины после родов когда крупные дети разрывы влагалищ тоже для эстетики улучшение своего качества жизни обращаются за этими операциями но есть ведь масса заболеваний гинекологических которые не имеют какой-то ярко выраженной клинической картины и верифицируются только через исследование узи ну наверное вы как и все доктора скажете что главное вовремя провести диагностику и тогда лечение будет значительно эффективнее так вот если какие-то общие может быть моменты которые стоило бы сейчас нашим зрительницам усвоить и о чем-то забеспокоиться что все-таки может намекать на то что не все в порядке в организме ну я говорю что здоровье наше это качество нашей жизни да не надо бояться врача любого акушера гинеколога в том числе существуют профилактические осмотры надо любить себя ходить хотя бы раз в год доктору акушеру гинекологу брать мазок на степень чистоты да женщина может там понять что у него какие-то выделения да это уже такой сигнал тревоги да мазок на онкоцитологии который берется у женщин да потому что надо сказать что рак то он не сразу возникает для этого должно пройти какой-то период времени когда вы не ходите гинекологу по несколько лет и потом у вас бах возникает такая проблема про проще ее предупредить взяв мазок на онкоцитологии там бывает дисплазии которые допустим биопсии берется как-то да диспансеризации ведется он онкологи наблюдая чем вы уже столкнетесь такой картиной который рак который нельзя прооперировать то все надо делать в обме узи молочных желез узи органов малого таза в пч которые ну сейчас многие сдают да есть вирус папиллома человека который идет как друг раку шейки 16 18 типа они идут параллельно прям рядом да и сдавать на это и знать что у тебя все хорошо и спать спокойно с этим надо не надо жить а вот ваши пациентки какова все-таки приверженность к беспокойству о своем здоровье что скажете в целом ну это экстренный стационар да и в этом плане сейчас пациенты они таких двух групп которые очень мнительные будут ходить постоянно к доктору те которые не ходят годами особенно старое поколение более такое взрослые но может по 30 лет не ходить гинекологу когда их спрашивали неужели вы не замечали вот этого большого образования не беспокоит ее не беспокоит когда знаете там когда кровотечение когда она имеет тогда уже они до приходят за помощью но к сожалению есть и молодые девочки которые выявляются миомы которые не рожавшие тогда здесь более такая сложная проблема нужно сохранить орган и сохранить детородную функцию что в последующем она могла прийти к тебе сказать да спасибо я стала мамой что хуже то из лишь и излишняя настороженности или это беспечность беспечность но беспечность понятно плохо кто скажет что есть очень мнительные пациенты которые знаете я говорю когда вот ты не живешь какой-то жизни ты хочешь в болезнь какой-то ищешь что-то постоянно когда у тебя кругозор такой расширенный когда у тебя есть такая тяга к жизни то мне кажется человек он пройдет до символизации будет спать спокойно не будет прислушиваться тут кальнула там у него что-то еще случилось потенциальные болезни мне кажется будут спать спокойно и потому что понимают что не до них никогда сейчас к доктору не побежит здорово конечно если так было на самом деле по поводу современной хирургии вообще она но в других отраслях она меняется просто вот каждый буквально не знаю месяц наверно появляется что-то новое очевидно у вас тоже как быстро бежит прогресс в области гинекологической хирургии доступ если когда я пришла пришла в отделение больше было полосных операций то есть эндоскопии вообще тогда там единичные какие-то случаи были да а сейчас когда это было сколько лет вы уже более 30 лет а сейчас получается что практически любую операцию можно сделать эндоскопическим доступом это и эстетика это и быстрый выход на работу то есть здесь ну например в нематочной беременности они в 95 процентов случаев делаются эндоскопическим способом ну конечно есть противопоказания там кровопотеря если большая и ты идешь больше чем литр крови в животе естественно тебе будет уже не до эндоскопии ты должен быстро остановить кровотечение спасти человека да когда там пульс давления уже очень большой а все остальное все остальное делается эндоскопически вот кто-то из экспертов говорил что идеальное отделение это когда и в ресурсе хирурга три доступа открытый лапароскопический вагинальный у нас все эти доступы есть да то есть каждый вид операции он может делаться но если это пластика то естественно ты не будешь лапароскопию делать и пойдешь уже делать это через влагалищный доступ и также можно убрать матку и создать красивое влагалище и пластика половых губ то есть здесь медицина тоже не стоит все женщины хотят быть красивыми да у нас с возрастом женщины тоже оперируются которые выпадение недержание мочи и мы делаем их как молодых девочек я вообще хотела в конце наверное об эстетической хирургии с вами поговорить но уже раз уже пришли давайте сейчас обсудим этот момент он конечно очень интимный но тем не менее вот считалось что у нас ведь этого ничего нет не делается и не обращаются обращаются вы не поверите даже девочки которые вирга которые не живут половой жизнью но опять-таки у нас все в голове нашей да то есть когда есть она считает что но не устраивает ее вот внешность ее половых губ хотя я все время говорю пример что в японии это считаются крылья бабочки там целой картины создаются а вот девочки наш ну не хочу вот с мамами приходит и оперируем лабиопластики делаем и красиво получаются и говорю только придите через месяц покажитесь потому что интересно как получилось нет нет больше внимания стали уделять красоте внешности ну а если говорить не о красоте и внешности а уже о качестве жизни и вот вы упоминали выпадение и и вот кстати говоря недержание мочи еще несколько лет назад ведь был такой метод когда доктор говорил ну вот давайте месяц понаблюдаем посмотрим поделайте гимнастику а там будет видно что мы будем делать дальше это чтобы в принципе социальные заболевания но степень здесь разные же градации бывает где можно порекомендовать упражнение кегеля до делать там тренировать стенки влагалища где-то понимаешь что здесь уже это ничего не получит не поможет здесь только хирургический метод когда у женщины ну интим надо висит матка вместе шейка между ног когда не может мочиться на сидеть не может когда это все наружу выходит естественно бывают такие запущенные случаи а бывают женщины которые понимают что стало хуже дискомфорт появился нужно прийти решить проблему жить дальше спокойно вот мы ведь сейчас а с вами вот говорим о возрастных женщинах и я мне кажется что особенно люди вот совсем пожилого возраста им же наверное даже в голову не придет идти с этим доктор то есть они терпят как то там вы знаете приходит в разных возрастах и 79 и 89 лет бывает да ну то есть здесь нет сейчас век интернета игры если бабушки приходят и говорят что мы читали о вас отзывы я сначала так удивлялась думаю ну ладно молодежь а бабушки читают еще лучше чем молодые поэтому нет все следят за своими здоровьем тоже день сегодня праздничный наверное многие сейчас принимают поздравления женщины во всяком случае и будут смотреть нас в записи но для тех кто сейчас у экранов напомню что мы в прямом эфире и телефон для звонков 202 11 22 знаю что вот к этому доктору попасть хотят многие а у вас есть возможность просто получить сейчас консультацию вот набрав номер а можно сказать в какой области гинекологии вот применение именно эндоскопического доступа дает наиболее эффективные результаты тоже не во всем не во всем тоже конечно если это опухоль будет домичевидного отростка то лапароскопическим доступом ее сделать нельзя но я говорю все экстренное экстренная гинекология апоплексия внематочные кисты яичников любой локализации эндометриоз миомы матки если все можно сделать даже убрать матку можно эндоскопически сейчас это широко применяется есть специальные приборы которые дробят матку это называется марцеляция то есть можно все убрать через маленькие дырочки но это в общем наверное желаемо для каждого потому что меньше травматичности в том числе желаемые для доктора да ну да я говорю что он в бытность своей молодости я делала в основном полостные операции а сейчас это в основном эндоскопический доступ вы сказали что сейчас стало очень много эндометриоза вот такое загадочное кстати говоря для многих понятия и в общем то ведь это диагноз который ставят ну может быть ошибусь но большинство женщин но при этом протекает и проявляется он у каждой по-разному вообще что это за понятие такое эндометриоз я бы сказала эндометриоз и такой сорняк это аутоиммунный эстроген зависимый заболевание хроническое его вылечить нельзя сейчас просто диагностировать стали лучше эндометриоз раньше вот от момента грубо постановки диагноза проходило большее количество времени несколько лет и в основном это два симптома эндометриоза это гиперполиминорея обильные месячные бесплодие считается что при эндометриозе если есть эндометриодный киста то есть клетки схожие с клетками эндометрии плачут во время месячных также он может быть генитальный а может быть экстрагенитальный он может быть в легких он может быть на кишечнике он может быть в суставах и также во время месячных у вас будет раздуваться сустав да я была в москве на десятом конгрессе по эндометриозу и нам показывали женщину если бы я увидела ее на улице я подумала что она болеет дцп а здесь оказалась четвертая степень поражения эндометриоза то есть эндометриоз вылечить нельзя даже в 50 процентов великолепно сделанной операции он может рецидивировать и получается все время надо ставить какую-то задачу родила ребенка а дальше опять лечение и вот так только жизнь качество жизни по-другому ваше никак не улучшится это постоянное лечение борьба как с сорняками на даче но вот согласно исследованиям есть регионы преимущественно северные где очень много женщин с эндометриозом а на кавказе практически нет этих случаев а вот его все таки почему он появляется стоит это до сих пор не изучил но эстроген зависимые аутоиммунные заболевания все связаны с эстрогеном но избежать избежать практически невозможно профилактики вообще никакой профилактики не существует такой просто следить делать узи и следить за своим здоровьем и если его нельзя вылечить то вообще нужно ли пытаться лечить и если не лечить то что нужно лечить потому что степень распространенности опять такие качества жизни когда вы его лечите то есть есть препараты которые подавляют пролиферацию вот этих эндометриоидных очагов клеток если вы не лечите значит процесс у вас прогрессирует технически операция операция будет сложнее конечно у нас есть ведущие там специалисты москва питера где оперируют четвертую степень это всегда технически безумно сложная операция это безумно сложно спаечный процесс ну что вот кровь она обладает слепочевым процессом и это эндометриоидные очаги то есть надо убрать настолько потому что они могут и на кишечнике там вплоть до вся клетчатка убирается здесь очень технически тяжелые операции и вот здесь наверное уже мы не говорим о лапароскопии или лапароскопии тоже делают если центр специализируется в питере есть центр которые ну пусть они не такое количество операций как у нас там в экстренной больнице делать но они специализируются только вот на таких процессов они великолепно оперируют у них великолепное оборудование и это действительно операции очень сложные ну в основном мужчины работают а сложно ли он диагностируется диагностируется опять-таки по качеству жизни мрт с контрастом есть чтобы узнать распространенность степени вот эндометриоза видно где очаги узи ну и лапароскопии тоже так как находка на операциях женское здоровье женская красота это все таки в любом случае наверное про материнство большинстве случаев скажите делаете ли вы и используете ли вы какие-то возможности в своем отделении для помощи бесплодным парам у нас проходят операции при бесплодии мы проверяем проходимость маточных труб опять-таки патологии которые выявляются на узи эндометриозные кисты другого качества кисты миомы когда женщина то есть надо понять что при беременности узел вырастет намного до питается матка хорошо и это не особо хорошо до бывали случаи когда я оперировал беременных женщин уже с узлами с некрозом узла но тогда сохранить беременность довольно таки сложно вот поэтому конечно всю патологию лучше лечить до того как вы планируете беременность выявить правильно пролечиться провести приагравидарную подготовку а потом уже спокойно беременеть и иметь эту радость материнства кстати в нашем отделении тоже мы с угрожающим абортом станут с начавшихся выкидышами лечим женщин сохраняемой беременности что-то подразумевается под угрожающим абортом но это состояние когда женщина что-то беспокоит начинаются кровенистые выделения более то есть и здесь получается в зависимости от того что находят на узи существует схема лечения моя диссертация даже защищена вот я как раз к этому и хотела перейти что у вас вообще монография по-моему даже да есть на тему сохранение беременности многие утверждают что на ранних сроках невозможно ничего сделать но если это не какие-то хромосомные аберрации которые вот заложены изначально то в принципе главное чтобы он развивался все можно сделать назначить симптоматическое лечение конечно причину почему так случилось если вы не готовились к этой беременности сложно найти но симптоматическое лечение можно сделать так что женщина уйдет сохранившейся беременности несмотря что она поступила к нам с кровотечением за большой гематомой у нас была пациентка у которой гематома была 400 миллилитров и она доносила беременность и родила мальчик больше четырех килограмм даже потом то есть здесь все возможно главное чтоб вовремя был поставлен диагноз и назначено правильное симптоматическое лечение ну а ваша диссертация все таки вот вам часто помогает в работе в том смысле что вы же вот ну это можно сказать ваша самая изученная тема ну во первых диссертация ценна тем что она проводилась ретроспективно то есть история болезни их пациентов которые лежали у нас в отделениях были набраны группы потом отправлялись письма и мы узнавали родили ли они детей не родили была группа набрана и соответственно все выводы в диссертации лечения она была основана на реальных фактах реальных материалей то есть и сейчас мы учитывая там наличие каких-то гематом мы принимаем именно материалы моей диссертации для лечения тех или иных пациентов а диссертацию зачитала очень давно в четырнадцатом году поэтому опыт довольно таки большой вы сейчас сказали что рак шейки матки вирус папилломы человека близнецы братья и на самом деле вот буквально на предыдущей неделе мы здесь студии общались на тему рака шейки матки и доктор сказал что очень 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 много этих случаев сегодня если женщина прооперирована по поводу рака шейки матки то есть шейки нет получается что матка уже не может стать очагом вынашивания младенца что делать в этих ситуациях если какие-то шансы ну смотрите зависимости от степени распространенности да то есть градации разное бывает зависимости от того на каком этапе найден этот рак да и как какая степень поражения шейки иногда убирают шейку матка остается и такие женщины тоже у нас были которые потом ну главное чтобы онкологи разрешили им рожать и они рожают они не могут естественным методом родить через естественный род у вас тогда они были с чем да они сохраняли у нас беременность но потом только путем кесарев сечения потому что шейки нет и соответственно там нечего если степень распространенности рака шейки очень большой то здесь о детородной функции мы вообще забываем здесь стоит в первую очередь жизнь пациентки а забываете ли вы о детородных функциях когда речь идет о лечении миомы матки не забываю и если эти миомы множественные что наверное тоже нередко да вы знаете здесь даже вот детородные функции ведь женщине настолько сложно расстаться со своим органом маткой да то есть от возраста понятно там в 50 лет она уже но не планирует беременность но тем не менее она просит сохранить и этот орган да соответственно убрать узлы можно любые и не один узел там 7 13 узлов может на это там это не вообще не проблема то есть можно ну матка будет как решет такое как я говорю и какое-то время надо чтобы она восстановилась но тем не менее это все реально все это возможно только нужно понимать для чего ты это делаешь понятно что молодая девочка которая еще рожать естественно она держится ей говорят мы можем убрать вам узлы вместе с маткой и гарантии вам не даем естественно будет плакать потому что но не у каждого есть деньги на суррогатное материнство будем так говорить каждому хочется самому вынашивать этого ребенка да поэтому нет всегда можно найти компромисс какой-то и пойти человеку на встречу чтобы не лишать этой радости репродуктивной функции а решение все-таки за кем окончательно конечно за хирургом нет по любому конечно ты предупреждаешь ее что в операционной может случиться любая ситуация но тем не менее ты все время говоришь это я не буду стараться это делать я ваш друг и зависимости от ситуации ты стараешься конечно сохранить орган репродуктивную функцию оставить а скажите ли дмитриевна как какая самая сложная область гинекологической хирургии что вам труднее всего дается я даже не знаю что сложно но здесь главное правильный поставленный диагноз потому что когда ты идешь на операцию у меня была пациентка которой мы оперировали 6 часов саркома вообще матки очень сложно поставить она поступила к нам уже в запущенном состоянии и не хотела никуда идти и жаловалась на боли мы пошли в операционную и когда вошли в брюшную полость по поняли что там не все так просто как оказалось молодая женщина 44 лет и мы пригласили урологов и нам пришлось убрать матку вместе с мочевым пузырем потому что матка проросла уже опухоль дальше и были выделены выведены мочеточники на переднюю брюшную стенку могу сказать что пункт-диспансере наверное не стали бы делать эту операцию а так как она к нам попала мы убрали все но первая очередь она вот не этим была беспокоена что мы спасли ей жизнь убрали там все ей она спросила почему я буду ходить с трубочками всю жизнь потому что она писала в баночке вот это самое такое было и когда мы ее выписали и она только через два месяца к нам пришла за гистологии за выпиской и подумал какой вот к себе отношение плохое то есть саркома вообще злокачественное заболевание то есть она еще никуда не ходила нигде не стал на учет а к ней приходил маленький сынок лет 10 11 я вот мне никак не могла понять почему она так относится к своей жизни после того как мы ей дали шанс жить еще вот иногда я это совершенно не понимаю пациентов выбор мы уже завершаем программу полторы минутки буквально осталось знаю что все вас об этом спрашивают не могу удержаться вижу перед собой такую красивую женщину вы нам должны открыть секрет как нам быть такими же но все в гормонах молодильными яблоками говорю нет не торгую но конечно все в зависимости в балансе от женщины понятно что в молодом возрасте у нас это все присутствует и нам проще с этим жить женщина настолько сложный организм с возрастом чего нет добавь из нее эстрогены прогестерон витамины витамин d омега успеем наверное ваш опять-таки легендарный квартет здоровья тоже не могу не спросить скажите квартет здоровья да это омега витамин d альфа-липоевая кислота антиоксидант и гормональная терапия заместительная гормональная терапия которая дает женщине здоровье молодость вот и все но очевидно все это не стоит все-таки назначать себе самостоятельно нужно сдать анализы сначала а потом прийти доктор скажет в каких дозировках воспринимать квартет не означает что чем больше съешьте моложе и батарея будешь ну что ж мы поздравляем наших зрительниц с наступающим праздником я благодарю вас лили дмитриевна за эту беседу увидимся ровно через неделю до свидания а